Ну что, всем доброе-доброе утро. По Москве 4.43 и мы выезжаем в Саратов. Мы уже вещи отнесли, взяли термос. Нас уже ждет Даша в машине. Ксюш, шорты забыла, шорты в руках. Спасибо. Этому городу едем в родной. Открывай дверь. На улице еще темно. Осторожно, спускаемся. Вон такси приехал, вон тут Даша нас ждет. Хочу показать вам светофор. Смотрите, 145. А был максимум сколько? 190 секунд, по-моему, здесь, да? Смотрите. А у нас в Саратове самый большой, это, по-моему, 60 секунд. Да. А тут вон. Все, выезжаем. Сейчас нам нужно заехать на заправку. И уже едем, наверное, ну нет, не до Рязани. Там где-нибудь еще, наверное, надо заправиться. В общем, все. Отправляем. Сейчас у нас поворот. И ехать нам 10 часов, 12 минут. А мы уже подъезжаем к Рязани. Да, собственно, вот Рязань. И сколько дальше мы проехали? 2 часа, да? Даша, кстати, со мной. Но здесь сейчас темно, теперь все равно не ехать. Да, я позже. Все, заканчивается город Рязань. И вот она, красивая Стелла. Ехать еще 7 часов, 8 минут. У нас первая остановка. Я немного что-то устала. Мы решили попить кофейку. И немножко перекусить. Ксюшка у нас только спит. Надо, кстати, достать ей этот куртку, накрыться. Трасса хорошая, тумана не было. Сколько? 2 с 5 часа мы уже проехали. И сейчас переверну камеру. Хочу показать, облака видно сейчас? Нет, не видно. Сейчас переверну. Едем, и такое ощущение, что это не облака, а горы. Блин, так красиво. Просто супер. Даша достает кофе. Что там у нас, Вадим-то? Слушай, а это, по-моему, с дерева, Даша, падает. Что там у тебя? Доченька, ты будешь выходить? Одевай шапочку, идем немножко ножки разомнешь. Смотри, мы вот, вот эти штуки вот валяются, мы не поймем, что это такое. Кстати, их очень много. Это не с дерева падает? Мне кажется, это дерево. Какие-то штуки непонятные. Просто их много. У тебя вкусного? Берите актимэлечки. Держи. А мы с Дашули сейчас попьем кофейку. Даша купила еще сыр. Колбаску. Круасанчики. Очень приятного аппетита. Птички так поют, прикольно. Только шум дороги. Видишь? Ну, что это за лес-то вообще? Какая-то посадка, наверное, что ли, да? Кстати, мы вот не одни остановились. Там фур стоит, там машина еще стоит. Вот облака. Вот они. И когда по трассе едешь, такое ощущение, что это горы. Гора в горе. Ая. А мне кажется, что... Тише, осторожно. Мне кажется, что это океан. Такой прям вот волн гигантский. Да, а с чем булочка-то у тебя, Ксюнь? С сыром или с творогом? Ага. С чем сейчас перекусим и поедем дальше. Да? Самая вкусная еда на природе. А самый вкусный бутерброд без хлеба, потому что мы забыли купить хлеб. А дети придумали, смотрите, как здорово. У Ксюши сладкая ватрушка. Они отрывают... Вадим оторвал кусочек, краешек. И сделал себе супер бутер. Да? Да, шкобашка вкусная. Сырь обычный, а колбаса прям вкусная. А не пашихонский. Пашихонский? Разминаем косточки. Руки, ноги шире, да. Вадюх молодец, он разминает ножки. Ксюшка у нас только проснулась, поэтому она пошла в машину кушать. А на улице, кстати, сколько у нас? Пять градусов. Так, у нас еще одна остановка. Мы приехали на заправку. Где-то... Шацко, по-моему. Сейчас заправим до полного и едем дальше. Что, поехали дальше? Ручки возьми. А, ты мало? Так, следующая остановка у нас будет кафе и борщ вкусный. Мы в хорошем настроении. Садимся в машину. Пристегиваемся. Даша там прикумарила чуть-чуть. Ой, смотри, какой кошан прибежал. Мяу-мяу-мяу-мяу. Давай, Вадюх, пристегивайся. Поехали. Погодка, конечно, такая солнечная, обманчивая на самом деле. Ветер очень-очень холодный. Голодный, да. Ты голодная? Да. Ты моя. Сейчас уже потерпите час. Мы через час будем кушать. В кафе? Пристегивайся, сынок. Примерно час ехать? Да, примерно час. Снова приезжаем в красивые места. И хочу показать вам красивая рощица. Что, дочь? Может, снег пойдет? Не знаю, может быть, и снег пойдет. Но сейчас прекрасная погодка. Ехать нам еще 5 часов 33 минуты. Мы проехали. Осталось 450 километров. И вот он, Сосновый Бор. Красотища неописуемая. Мы приехали! На обед! Ну, по-моему, наше кафе открыто. Несказанное счастье. Даша, возьми, пожалуйста, мой кушелек. Что, дети, как вы? Ничего такие говорят. Ничего. Даша, а ты? Она выспалась у нас. Ну, я не знаю, как это. Типа корона, наверное. Здрасте. А у нас не покормится? Ну что, пойдем тогда сюда, раз там нас не хотят кормить. Здесь нас обещали покормить вкусном оливье. Не знаю. Походу, нас тут тоже не покормят. С 30 октября по 7 ноября. Ну, давай спросим. Тук-тук-тук. Тут нет никого. Ну, что ж я туда не пойду. Там банкет не дал. Ну и что, в плане еды. На вынос борщ будем есть? Ну, это как-то вообще несерьезно. В общем, ситуация такая. В связи с тем, что ковид, кушать нам придется на багажнике. Веселые у нас приключения, да? Ну, знаете, нам, кстати, даже нельзя есть в беседках. Хотя там есть столик отдельный в уголочке. Но правило есть правило. И причем во всех кафешках. Но неделю назад, наверное, на свой страх и риск, другие кафе работали... Как это называется? На свой страх и риск. Короче, если бы штрафанули... Они, наверное, с поледельника подначитали. Но эти не работали. Эти были закрыты. Вот, поэтому нам предложили только такой вариант. Покушать на багажнике. Ну, или в машине. Ну, единственный нюанс очень хорошо, что она нам все порции положит в обычные тарелки, не в пластмассовые. Потому что если в пластмассовые, то вообще, представляешь, дети как будто есть. Она нам даже подносит, постоим, покушаем. Но это горячее блюдо, поэтому, в принципе, на улице, ладно, не так нам холодно. Хорошо дождя нет. Классное приключение у нас. Где мы еще на природе борща поедим, Даша? Ну что, у нас уже готовы покушать. Все готово? Все готово. Так. Ой, как все красиво. Давайте мы кушаем. Система пересчитаемся, чтобы ничего не остыло. Так, хорошо. Смотри, я все положила. Четыре большие порции шло. Два блинчика, да. Порция блинов. Ага. А можно нам вилочку для блинчиков? Сейчас наложу там. Чай с молоком я перемешалась. Ага. И компотик. И компотик. Отлично. Как аппетитно. А? До одной хватит вилочки, да. Ну что, ребят. Собственно, вот так это и выглядит. Мы кушаем на природе. У нас есть прекрасные фуры. В общем, вот так работают кафешки. Даша заказала себе мясо. Взяли два борща. Зато горячий борщ не будет, да? Блинчики. И сейчас будем кушать. Дочь. У нас стульчика нет. Никакого придумать. Ай-яй, нет. Ой, смех и грех, а. Дети, вам дать это, как это, 10 рублей дать? Ой, как бедные родственники у меня. Ладно, приятного аппетита. Смех смехом. Да. Вкусно было, да? Да, очень вкусно. Спасибо большое. Было очень вкусно. Мы, кстати, второй раз к вам заезжаем. Мы год назад были. Большой компанией. Я рекомендую, что вы были, понимаете? А, летом, да, летом точно. И в июне было. И ездили мы еще в понедельник туда, в сторону Москвы. Заезжали, а у вас стульчик стоял, закрыт был. Мы ночью не работаем. Это утро было. 8 утра. А, ну, может быть, там пришлите. Ну, все, пошли. Сейчас идет коронный вирус, и, знаете, все ограничения. Знаете, как-то неудобно перед вами всеми. Вот голову вот опустите, вот и молчайте. Да ничего страшного, говорят. Вы-то здесь при чем? Спасибо большое, до свидания. Довольные, сытые. Едем в сторону дома. Все, было вкусно? Да. Какой был борщ? Вкусный, бомбезный. Бомбезный, вкусный борщ. Пособенно брали. И теперь я точно знаю, что надо покупать только первое. Потому что я все время, когда раньше приезжали, берешь борщ, потом какой-нибудь блинчик, еще что-то. Потом едешь, такая, ой, не могу, я объелась. В общем, мы взяли борщ. Даша еще взяла с собой шашлык, но она его весь не съела. Убрала в пакетик, будет по дороге думать о шашлыке и кушать его. Так, все. Ждем Дашу. Сейчас она попудрит носик и выезжаем. Здравствуйте. Что у вас тут продается? Ох, какая прелесть. Валеночки, корзинки. И жилетки, и носки. Ну, какова, смотрите, красота. Класс. Жилетки. Ой, какие милашки. И для взрослых есть, и для деток. Супер. Что, Даша? 400 рублей были по гасиновике. Они же хрустящие, да? Не было. Только вот осень. А варежки в какую цену? А, взрослые. Нет, детские, детские. 250. Осенью пошли дождики, и вот маслята. А так сухо было, вообще ничего не было. Ну, че, можно брать? В общем, каждый, наверное, полкилометра-километр. Вот, видите, дальше еще есть люди, которые живут в этой деревушке, продают всякие угощения, так сказать, национальные. Плетеные корзинки, всякие жилетки, масло. Грибочки местные собирают. В общем, че хотите. Кстати, баночка грибов стоит 250 рублей маленькая. Я не знаю, дорого это или нет. Ну, наверное, для домашней закрутки. Может быть, это и вкусно. Может быть, это и недорого. В общем, не знаю, Даша сейчас будет брать, нет. Она говорит, в Пензенской области сейчас поедем. Там точно много грибов. Скорее всего, на трассе продают, но я не помню. Потому что, когда я выезжала из Саратова, грибы, ой, точнее, было темно, и, мне кажется, не продавали. Даша остановилась все-таки купить грибочков. Мы уже подъезжаем к Саратову. Осталась финишная прямая 120 километров. Час 30. Ну, это прямо до дома час 30. До Саратова 100 километров. В общем, Дашуля там выбирает грибочки. Масло там продают, картофель, не пойму, тыквы, мед, наверное, помидорки. Мы довольные, уставшие. Но я хочу сказать, вот обратно, как-то мне легче поездка далась, чем туда. Потому что, когда мы выезжали из Москвы, два часа... Мы выехали во сколько? Полтатого? Два часа езды было в освещенном... По освещенной трассе я ехала. А когда выезжали из Саратова, просто была такая темень. Поэтому скорость, соответственно, была намного меньше. А сейчас прям очень даже. Но последний час он всегда самый-самый длинный. Самый длинный. Потому что дом уже близко. Как говорится, в гостях хорошо, сынок, да? А дома лучше. Пристегивайтесь. Ксения, ты проснулась? Вадим, садись на свое место. Вон тебе Даша идет уже. Так, ну что? Саратовская область? Ура! Или нет? В Саратове. Да? Отлично. Все, мы уже подъезжаем к Саратову. Точнее, мы уже в Саратове. Можете нас поздравить. Как-то нет, уже в Саратове. Все. Да, здравствует наш город, любимый и родной. Дом, любимый дом. Да, дом, любимый дом. Сейчас мы завезем тетю Дашу. И поедем сами домой. Нам надо перестраиваться. Ну что, Дашуля? Мы это сделали. Губки надо? Преодолели. Не, у меня есть еще. Губки надо? У меня есть еще губки. Дашуля заезжала в Амвей и купила нам всякие штучки. Ух, всякие на шорты, да? Там больше ничего нашего нет? А это не мой пакет? Твой? Нет. Ну что, давай созвонимся. Да подожди, я еще не все слышу. Да, оставляй. Я тебя не вытащила. Давай я помогу. Так, ну все. Еще что-то есть? А, нет? Да не все, я еще забрала. А, ладно. Какая? Большая. Слышно, такая. А, слышно? Все, давайте, дети, пока. Давай, пока, Дашуль. Спасибо тебе за сопровождение. Ага, тебе спасибо, что довезла. Все, давай. Пока-пока. А мы едем домой. Посмотрите, какой красивый закат встречает нас в Саратове. Просто это как на Бали, сынок. Да? Ну, на Бали. И вот дедушка, когда был, там у них такие красивые закаты были. Розовые. Классные.